Замереть в воздухе и отвечать на вопросы во время выполнения упражнений у Руслана Абдукаримова получается с завидной легкостью. И неудивительно, непрерывные тренировки приносят свои результаты. Забегая вперед, можно сказать, что молодой человек занял в турнире «Ритмы улиц» почетное третье место. Он личность разносторонняя, снимается в кино, работает моделью и в то же время сварщиком. И везде находит себя. Признается, чем бы он ни занимался, ему нравится что-то создавать, а воркаут для него немного больше. Это моя стихия. Я занимаюсь уже где-то 8 лет, развиваюсь в этом направлении, поэтому за делом можешь как-то. Понравилось саморазвиваться, вот поэтому и занимаюсь. Для того, чтобы начать занятие, надо только желание, турник и брусья. Один из организаторов турнира и тренер по воркауту Александр Слинков говорит, это уличная силовая спортивная гимнастика. Упор идет на работу со своим весом. Базовое упражнение – это отжимания на брусьях, подтягивания и отжимания от пола. Сам Александр начал заниматься 5 лет назад. Признается, ему нравится мотивировать молодежь. Но как судья он строго смотрит за выполнением всех элементов. Основные принципы – это амплитуд движения, чтобы они делали все правильно, чтобы включались те же самые мышцы, которые задействованы изначально в этом упражнении. Турнир по воркауту для Рязани не в новинку. Сюда пришли и других посмотреть, из себя показать спортсмены самых разных возрастов и уровня подготовки. На этот раз поддержать инициативу коллег и принять участие решил тренер по футбольному фристайлу и роб-скиппингу Руслан Немировский. Для него это даже не столько возможность показать свои навыки, сколько погрузиться в теплые воспоминания из детства. Для него спорт не просто образ жизни, а своего рода искусство. Очень стремительно развивается у нас в стране и в городе. У нас очень много сильных таких ребят, скажем так, которые пропагандируют данный вид спорта. Победителем турнира по воркауту стал Евгений Александров. Молодой человек планирует службу в армии, после чего хочет связать свою жизнь со спортом и получить соответствующее образование. А пока скромно говорит, что победе рад. Давно достаточно я не участвовал, наверное, с момента 2015-2016 года. Очень приятно, конечно, то, что по базовым элементам, так сказать, еще не стулся. А так очень приятно, что люди реально молодые, у них есть свои цели, достижения. Еще одним событием субботы стал турнир по баскетболу один на один. В данном формате соревнования в Рязани прошли впервые. 16 лучших баскетболистов города вышли на площадку, чтобы показать свое мастерство. Взяли идею, был мировой тур серии Red Bull, то есть взяли идею серии Red Bull. Один на один, то есть если классический баскетбол 5 на 5, если баскетбол 3 на 3, то играют 3 на 3 в одно кольцо. А баскетбол один на один, то есть играем человек лицом к лицу, то есть один против одного. То есть всего два человека на площадке. Несмотря на то, что на улице сильно похолодало, Сергей Савкин надеется, что до закрытия сезона еще далеко. И они порадуют рязанцев хорошей игрой.